Привет, дорогие друзья! Меня зовут Нара, я риэлтор. Вы, наверное, это уже знаете, раз вы на моем ютубчике. Давно не записывала эти видео, я извиняюсь, так получилось. Работы было много, и я расскажу, что я на себе испытала, и то, что я вижу из опыта других агентов, я общаюсь, я являюсь членом клуба агентов по всей стране и Канаде. Мы общаемся очень так тесно довольно-таки, и мы обсуждаем, что происходит вообще на их рынках, и я могу вам со знанием дела рассказать, что происходит в других частях страны. Но я тоже поделюсь с вами и тем, что я испытала на себе в 20-м и первой половине 21-го года. Причина, по которой я записываю это видео сегодня, в том, что вышла статистика за июнь 21-го года, и я бы просто хотела с вами поделиться цифрами и показать вам, что на самом деле произошло на рынке за это время. Если вы помните, когда вот мои последние видео, когда я с вами делилась прогнозами о том, что чего же ожидать в связи с вирусом, я вам говорила, что спада цен не будет, что будет рост, но никто не мог ожидать, что этот рост будет таким большим, быстрым, серьезным, и просто вот хотелось бы пройтись на самом деле по тому, что на самом деле произошло за это время. Так что давайте посмотрим, и потом я уже с вами поделюсь своим опытом. Я вам открыла здесь сейчас Fairfax County, Prince William County и Loudoun County. Посмотрите, вот здесь вы увидите, что синий цвет это Fairfax County, красный Prince William и фиолетовый Loudoun. Просто чтобы вы видели, какой ценовой уровень в этих трех counties. Мы начинаем с июля 2019, давайте сравнить за два года, сравнивать, что происходило с ценами. Вот это вот средняя цена на каждый месяц. И вот последняя точка это июнь 2021 года. Это не мая, это мы в июне уже, как бы вот эта вот июньская цифра. Мы начали в Fairfax County в июле 2019 года. Мы начинали с 612, да, 613, средняя цена. И мы дошли до точки 735. Ну вы видите, да, что за два года довольно серьезное увеличение цены. Ну я думаю, что читать вы умеете, вы умеете, цифры вы умеете рассматривать. Давайте посмотрим, что происходит с количеством дней на рынке. Если два года назад нам в среднем нужно было 20 до почти 40 дней на рынке, чтобы дом продался, то сейчас это составляющая максимум, ну в среднем 12 дней. Но если честно, я вам скажу, что было время, когда дома уходили за 24 часа. Что происходило? Вот пришло время поделиться с вами тем, что на самом деле происходило. Дома не выставлялись на рынок. Покупатели хотели воспользоваться низкой процентной ставкой. Была как бы такая неопределенность, что будет с рынком, поэтому многие хотели вложиться в недвижимость. Инвесторы хотели вложиться в недвижимость. Очень много наличных гуляет по карманам у населения. Люди, которые жили раньше в квартирах, снимали вот эти вот квартиры в многоэтажках. Кровь из носу им хотелось перейти на землю, чтобы был какой-то участок, чтобы было место. Очень многие вынуждены были работать из дома, соответственно, им нужно было место, просто больше места, чтобы работать. Иногда даже оба родителя работали из дома, то есть не хватало места. И вот эти все-все-все составляющие дали просто поток покупателей на рынок. А у нас уже был дефицит домов на рынке, то есть дефицит уже был в 19-м, и вот он как бы усилился в 20-м, потому что продавцы, люди не хотели продавать. Им проще было рефинансировать свои дома, потому что процентная ставка была низкая, и до сих пор она низкая. И еще есть такая фишка, говорят, что baby boomers, люди, которые уже в пожилом возрасте, вот раньше как был оборот домов, когда люди старели, они продавали свои большие дома, переходили в более manageable дома, в более маленькие дома. Соответственно, те, кто более молодые, приходили на рынок, они готовы были покупать большие дома, они покупали, то есть шел такой вот из поколения в поколение, мы продавали, покупали, продавали, покупали. Сейчас пожилые люди, они уже сейчас в таком хорошем, нормальном состоянии здоровья, что они спокойно себя чувствуют, хорошо себя чувствуют в своих больших домах. Они расплатились за них, им не надо их продавать, у них нет необходимости в финансах, и они сидят на этих домах. И люди, которые миллениал, которые готовы уже покупать, у них молодые семьи, они вот, ну, как вы знаете, что миллениал это вот до 40 сейчас, да, поколение, они готовы, они хотят купить, а нечего. И вот это тоже сыграло свою роль. И, соответственно, домов на рынке нет, покупателей очень много. И было время в конце 20-го, начало 21-го года, когда выставлялся дом на рынок, и он уходил буквально в 6 часов, 24 часа. То есть мы получали по 10-15 предложений на дом в первые сутки на рынке. Я, когда работала с покупателем, мы должны были подавать такие предложения, от которого невозможно отказаться. То есть это завышение цены. То есть если запрашиваемая цена была 100%, мы должны были давать 110, 115, 120%. Мы должны были давать такие условия контракта, от которых, ну, просто вот у продавца не было абсолютно никакого вопросительного знака, пойдет человек на закрытие этой сделки или нет. То есть, как обычно, в нормальном предложении есть куча всяких contingencies. Мы должны были подавать предложения, которых contingencies нет. То есть человек должен, вот он подает предложение, все, у него же назад пути нет, он должен закрыть эту сделку. А по-другому продавец не принимал другие предложения, потому что очень много приходило с наличными людей, которые, вот я вам даю наличные, через неделю мы закрываем сделку, все. И, конечно, продавцы хотели таких покупателей. И их было много реально. И сейчас, что мы наблюдаем? Обратите внимание даже на этот граф, да, что количество дней на рынке начинает потихоньку ползти наверх. Это говорит о том, что ажиотаж немножко спадывает. И очень много покупателей говорят, ну, вас идите, вы знаете куда, мы не будем участвовать в этом всем, мы будем, это просто кошмар, мы не хотим это все подогревать. И уходят с рынка. Больше людей стало подавать, выставлять свои дома на рынок, потому что, ну, хотят просто тупо срезать, да, сливки, потому что они знают, что они продадут за гораздо больше, чем они бы продали, скажем, два года назад, да, год назад. Они готовы продавать. Поэтому количество дней на рынке потихоньку начинает идти наверх. То есть уже такого ажиотажа мы не наблюдаем. Мы уже видим, что дом может простоять на рынке какое-то время, прежде чем он уходит под контракт. Но я должна вам сказать, дома все равно уходят. И уходят конкретно. То есть если раньше они уходили со свистом, то сейчас они просто уходят быстро. И это правда и в домах, которые стоят, в кондо, которые стоят 200, 300, 400 тысяч, и в домах, которые стоят миллион, полтора, два. Уходят, уходит все. И последнее, что я вам хочу сказать, это пожалуйста, ни в коем случае не думайте, что будет наплыв домов на рынок, что цены на дома упадут резко, и вы сможете через год-два купить за сказочную цену. Такого не будет. Почему? Потому что если вы думаете, что из-за того, что многие потеряли работу и не могут расплачиваться за свои ипотеки, и они будут выставлять свои дома по бросовой цене, этого не будет. потому что дома выросли в цене так серьезно, что они могут спокойно себе позволить продать, расплатиться со своей ипотекой и еще останутся при деньгах. Поэтому они спокойно могут продать за рыночную цену свои дома. Наплывай foreclosures не будет вот и по этой причине. И пройдет очень много времени, прежде чем предложение догонит спрос. Сейчас это настолько неравное соотношение. То есть если вы вспомните мои предыдущие видео, здоровый рынок – это когда, если заморозить картинку, то все то количество домов, которые в этой картинке, чтобы его продать, нам нужно 6 месяцев. Вот это здоровый рынок. Сейчас вот этого я вам так, вот видите, вот даже посмотрите на этот граф, чтобы сейчас продать, у нас необходимо меньше месяца. Меньше месяца, меньше месяца. Это ненормально, это нездоровый рынок, это очень серьезный, сильный рынок в пользу продавцов. И даже 2 года назад у нас было 2 месяца этот показатель. Понимаете? И когда вот этот показатель дойдет до 6 месяцев, только тогда мы можем говорить о выравнивании спроса и предложениях. Это пройдет очень много времени, прежде чем мы дойдем здесь, если мы вообще дойдем до 6 месяцев здесь. Поэтому, если вы хотите покупать, покупайте сейчас. Не ждите, когда процентная ставка уйдет наверх, и цены уйдут наверх. А это будет. И если вы хотите продавать, тоже продавайте, пожалуйста. Мы все ищем дома, которые люди готовы выставлять на продажу, потому что нет домов, и вы реально сейчас можете продать на очень хороших условиях. И никто вам не сможет гарантировать, что вы сможете продать свой дом через год при таких же условиях. Что я имею в виду? Home inspection contingency, всякие разные условности, что вот такой вот контракт. Сейчас у вас гораздо больше вероятности получить контракт, который не будет зависеть ни от чего, даже не от рыночной оценки дома. Через год никто вам не гарантирует, что вы такой контракт можете получить. Будет куча вопросов, будет куча стресса. И на самом деле рост цены может не быть таким серьезным, поэтому он будет, он будет, но его может не быть таким, такого серьезного роста уже может не быть. Сейчас мы ожидаем, что просто вот этот рост цен немножко замедлится. Но он будет, цены будут расти. Так что, ну это вот не только мои две копейки, кстати, это мнение всех агентов, с которыми я общаюсь. Я общаюсь довольно тесно, мы каждую неделю связываемся. И если сейчас, чтобы человек подал предложение, получил его, что продавец с ним работал, он должен подавать на 10-15% выше запрашиваемой цены, то в западно-западном побережье, в Сиэтле, например, там от этой разницы 40-50%, то есть там покупатели вынуждены подавать предложение на 40-50% выше запрашиваемой цены. Это так, чтобы вы посравнивали. И поэтому вот никто из тех агентов, с которыми я общаюсь, довольно тесно, мы никто, мы не видим никаких посылов к тому, что рынок, как-то, ну цены пойдут вниз. Вот, поэтому уж поверьте моему слову, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, звоните, если хотите поспорить, ради бога, я не говорю, что я на все 100% права, ни у кого из нас нет хрустального шара, чтобы предсказать будущее, мы просто смотрим на то, что происходит на рынке, на показатели всякие разные, делаем из этого выводы, и наша цель помочь, моя цель помочь вам достичь того, чего вы хотите достичь. Если вы хотите продать свой дом, значит моя цель вам продать его как можно больше за большую цену и с меньшим головником. Если ваша цель купить дом, моя цель помочь вам купить дом, при этом испытав как можно меньше стресса. Поэтому вот информация к размышлению, если интересно, по конкретно вашим каким-то зип-кодам, я могу здесь реально сделать какой-то зип-код, например, давайте посмотрим, что происходит в Кингстауне по сравнению с тем, что, смотрите, Кингстаун вообще вскочил. Дайте, если вам интересно посмотреть, что происходит в вашем зип-коде, позвоните мне, пришлите мне текст, пришлите мне имейл, дайте мне знать, я вам с удовольствием пройду вот то же самое, меня займет это 2 секунды, и я вам покажу, что на самом деле происходит в вашем регионе. Вот, ну, на этом все, закруглюсь, и так видео длинный, обращайтесь с вопросами, смотрите мое видео, кстати, на YouTube очень много всяких разных коротеньких видео, где, я уверена, вы найдете ответы на все ваши вопросы, если есть какой-то вопрос, на который я еще там не ответила, пожалуйста, дайте мне знать, я сделаю ответ и загружу его на YouTube. Ну, а на этом все, и надеюсь, скоро еще увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok